Всем привет! Сегодня у нас я Тора на Дроу Рейнджеры. Всем приятного просмотра! Хочется отметить ранги, которые играют в этой игре. Вот такие вот мы видим. Довольно-таки все достаточно ровненько и одинаково. Также хочу сказать, что в этой игре играет Рамзес с очень интересным никнеймом, но он не откалибровался почему-то, видимо, на этом рейтинге. И также я Тора 12 ранга играет. Узнаем, кто один из лучших кэрри СНГ. Я Тора или Рамзес. Очень необычный герой выбрал Рамзес, Марси. Вкора очень необычно вообще, что будет делать, как будет закупаться, как играть. Интересно будет понаблюдать. И я Тора также выбрал одного из, ну, я сказал бы, не самых играбельных героев этого патча. Играет вообще. Можно ли играть на этом герое? Как играть? И как вообще выигрывается на данном герое? Интересно будет понаблюдать, потому что мы начинаем видеть, что очень частенько этот герой начинает в пабликах залетать. И на рост сцене также, мне кажется, будет дальше видеть. Потому что с выхода нового патча все герои просто пофиксили до не знаю чего вообще. И нужно искать кого-то нового. И вот, скорее всего, этот данный герой и есть. Быстренько пробежимся по его закупу. Он купил Слиперов Агилити, Цирклетку, два Аром Бренча и Стики. Стики куплены против спам-героев, которые мы видим от Эльгон Командер и Рубик. Очень необычное было нападение. Ужасная сыгранность от Эльгон Командера. Почему-то он бежал влево и вниз на самого Ятора, хотя это была ошибка досадная. Нужно было играть просто вверх и выживал бы в легенькую, бы с Рубиком левела 2 особенно. Но досадно, досадно ошибается и умирает и забирает Клок Ферст Блад. Да. Сразу же он себе приносит тангусики. И чувствует себя относительно неплохо, хотя очень плохо у него с Лоскитом. Не чувствует данного героя. Очередной раз Клок Ферст закрывает Пытатель Легион Командера. Очень сильно его пробивает, но как-то не особо таких. И успехом это все обвенчалось. Команда Рейдент уже лидирует на два убийства. Влаживаются все стики, ой, вылаживаются все веточки. Также вылаживается цирклеточка и устанавливается себя как можно больше здоровья. Мы об этом уже разговаривали в прошлых видео, если вы видели у нас. Яторо уделяет внимание мелочам. В Рейс Бэнт он себя приносит, не добивает он крипов. У него пять крипов из трех пачек, что довольно-таки ужасно и мало. Мигает, чтобы добить крипа, но Клок Ферст не особо хочет лезть на рожон и не получать лишний урон. Поэтому просто отдает крипов. Также хочется отметить, что если вы бьете вражеского героя первым с полом на Тороксе, крипы не агрятся на вас, если вы нежели просто тыкаете правой кнопкой мыши на героев. Это если вы его вдруг не знаете. Восстановление мангусиком сейчас произойдет из фонтанчика. Отлично. Все по таймингам. Все уже выверено. Выверено. Вот так вот правильно будет сказать. Ну, я б не сказал, у Ятора достаточно сложная линия. У Тороксе с левелом только становится проще на линии, а лучше всего с шестого левела. До этого достаточно очень сложно добивать крипов и вообще восхититься с кем-либо на линии. И особенно у тебя суппорт не прям, чтобы прям суппорт. Вот у тебя Клоквер, а Клоквер не достаточно не выигрывает линии. Прям сильно еще плюс Рубик. Он может закрыть Клоквер. Рубик его вытянет из этих кок. И тоже, типа, ужасно нужно делать какие-то отводы. Ой, линия совсем пока не идет у Ятора. Все достаточно плохо. Он купил себе тапочек для того, чтобы быть более подвижным на линии, потому что Легион Командер задолбит его до неимоверности. Хоть он и ошибается, Легион Командер, но все равно. Ужасно, ужасно, ужасно. Кларити дает Клоквер, восстанавливает ману. Ятора танчится обойне, дает крипов. Где-то Рубик бегает, нападение идет на Легион Командер. Легион Командер, скорее всего, не выживает. И слишком загульно он играет. Тут же Рубик появляется, но уже поздно. И очередной раз умирает Легион Командер. Хотел пойти как-то забрать кого-то, либо не дать отвезти, и умер. Умер досадно. Рубик, видимо, стягивался на руну. И как-то он не подметил этот момент. И ошибся. Очередной раз ошибся. Мы видим, что он 600 ранга. Что-то достаточно неплохо. Ранг отлично. Рубик заагрил просто. Посмотрите, как мало ХП. Отличный Икоги Аклоквера. И выживает Ятора. Хорошо, хорошо все. После Лави надо как-то играть. Потому что очень больно. Очень больно по уронам. Рамзас убивает Акса. Очень хорошо сыграно. Нападение идет на Клоквера. Ждет, ждет пока Когами. Точнее не Когами, а вот нападение идет Раксу. Раксу, второй спел, весит на себя Легион Командра. Выживает, умирает Клоквер. И я даже не знаю. Вроде бы нападали на Легион. Хотя это было непонятно зачем. Пробили ее максимально. Но и он умер. Ну как-то непонятно вообще и зачем. Влаживает шмотки тем самым Ятора. Для того, чтобы Клоквер ему просто принес. Чтобы Курей принес. Да, Клоквер это понимает. И отлично. У него появляется ПТ. Отлично. Просто усиливает данного героя. Уже почти пятый левел. На пятом левеле можно взять Сайленс. Либо взять третий спелл, чтобы... Мультишот. Чтобы больше наносить урона. И быстрее фармить лес. Не берет пока ничего. Думает, что лучше взять. Потому что может появиться и то, и то нет. Он взял все-таки первый спелл. Видимо, настрой на агрессию. Чтобы драться с вражескими героями. И уже очень много урона будет наносить. Да, да, да. Его просто не остановить. Посмотрите, как сильно его пробивают. Ой-ой-ой, как же больно. Ой-ой-ой. На обратке. На обратке пошел регион команды. Регион команды ничего не может сделать. Отлично. Он, конечно, был заюзан первый спелл от Ятора. Оставляет ему килл. И тем самым достаточно все относительно неплохо. Но Рамзеса тоже очень хорошая игра. Они идут вровень, можно сказать. Открываем нетворсы. И видим, что на 600 золота опережает Рамзес Роксу. Но с шестым левелом Роксе. Ситуация может измениться в край. Потому что этот герой начинает фармить только шестого уровня. Он становится просто невероятно сильным. И полностью реализует себя. Вот так вот. Легион команды пока полностью не реализовал себя на данной линии. Очень ужасно он себя чувствует. Куча ошибок делал. Клевел 6 получает Ятора. И начинает нас реливать по легионке. Как сильно он пробивает ее просто. Здесь же Рубик. Нападение идет. Здесь же появляется Сальнис. Нажимает ТП. Пятый левел именно для легион команды. И никто не успевает ему сбивать ТПшку. И Клокер тем же самым вызывает. Отличная была выходка от Сальниса. Но Ятора просто моментально нажимает ТП. И улетает. Улетает Falcon Blade. Уже на 8 минуте у Ятора. 4200 у Ромзеса. Невероятные пока тайминги. Он идет к золотой своей середине. 5000 на 10 минуте. Это просто база, которую должен делать каждый кор. Если тебя нету, то линия не задалась. Видишь, что здесь Акс. Пытается посмотреть, есть ли у него даггер. Но мне кажется, с его игрой у него даггера буквально быть не может. Он претапешивается почему-то на бот. И Атор ему говорит. Не, не, не. Дорожок, убегай. Убегай отсюда. Мне тут тебе ловить тут нечего. Пытайся лес, так, отиди леса, фарми. Но не меня пока. Мне нужна экспа. Мне нужен левел. Это моя линия. Не трогай. Выход на мид. На Виндранер. От Рубика и от Саленсера. Виндранер выживает. Отлично там что-то вижу. Происходит на Яторе. Это неинтересно. Он фармит лесок. Даже умирает Саленсер. Вы только посмотрите. Смотрите, был выход на нее. Но все равно он выжил. Командер ошибается. Что же ты делаешь? Тебе нужен какой-нибудь глубокий вард сюда, чтобы ты не умирал очередной раз. Просто от Ятора с клокомиком. Слишком агрессивно ты играешь, дружочек. Слишком агрессивно. Опускаешь просто банальные ошибки. Восьмой левел игре имеет рамз. Рамзес на девятой минуте пять тысяч на творчество. Очень хорошо у него игра. Очень хорошая линия. Но Лиган Командер не отыгрывает совсем эту игру. Видим даже по команде, что почти у всех минусовой счет. Кроме самого же Рамзеса. Отлично заагрил. Шестой левел имеет Лиган Командер, но не нажимает у тиммейт. Отталкивает его через Саленсер. Птпшивается Рамзесу, да. Рамзесу нужно прыгать на кого-нибудь, чтобы убивать. Нажимает тпшку и просто улетает. Даже не думает, аааа, Рамзесу сбили. Вот оно как. Вот оно что получилось. И это, скорее всего, его убьют. Да, его связывают. Здесь же Верка, здесь же Пак. И Рамзес умирает. Блин, какая досадная. Отличный Рим Койл от Пака был. Который, возможно, даже спас эту игру, потому что, скорее всего, я тоже умирал бы просто бы на этой линии. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. А вот этот мув мог даже и решить мини-игру. Восьмой левел имеет Эмпер Спирит. Который как-то пытается. Что-то пытается с ним сделать. Нажимает щит. Боится, боится. Не видит никого. Отходит тем самым. Почти купил себе. Раган Лэнс. Одиннадцатая минута. Очень хорошо у него. Нужно как-то ловить на Саленсе. Отличный Саленс от Пака. Нужно по таймингу. Это Тор. Отличный Саленсер. Саленсер. И Салла. Отлично. Но не хватает урона. Выживает на ХП-50. Римкоил и ревет. Зачем ты порвал, дружище? Ты же мог как-нибудь попробовать засейвиться. Ошибки, 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 ошибки от этих героев. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Забираешь ты Атора фарму. Это Вакс, у которого и так все невероятно плохо. Зачем ты это делаешь? Ошибки допустили, что Эмбрис перед, что Саленсы выходящие. Так. Не нужно было так делать. Роголнайтсом самым появляется и Атора. Можно идти фармить Эншентов. Пытается найти Вард. Вард Найде. Можно разбивать идти. Оп-оп. Расслед себе собирает из айтемов. Из нейтралок. Фармит лесочек. Особо пока ничего не происходит на карте. Рамзес занимает топовое место. Нажимается смок от Коквера и от Виндранер. Бегут в сторону Рамзеса в топ. Хотят найти его где-то в лесу. Может быть поставить Варды какие-нибудь. Находят Саленсера. И просто распрощаются с ним. Конечно, желательно было бы найти Марси. Но нашли хоть кого и умерли. Отличная связка идет по Марси. Здесь же Эмбр Спирит. Очень много урона по Эмбр Спириту. Эмбр Спирит почти на минимальном ХП. Может быть выживет. Выживает. Размен в 1 в 0. И все. Снули всю команду. Вытянули все ультимейты. И убежали. Даже не словили Пака. Даже не словили Пака. Поблеме он стафф. Стафф и визарди. Точнее. Себе покупает я Тора. Хочет выйти в очень ранний аганим. Чувствует, что ему необходим аганим для быстрого фарма. До 14 минуты аганим в принципе собрать. Это очень хорошие тайминги. В ровень идут пока я Тора и Рамзес. Не уступают ничего. Которая просто фармит лесочек. Два стака. И все на этом. И бывает линия немножко клюет. А вся команда Спейси для данного героя. Чтобы набирал, набирал, набирал. Как можно больше. Можно выйти на Эмбр Спирита через Саленсер. Если это получится. Тычечка за тычечкой. Отлично. Вот Саленсер. Третий спелл. Точнее Сала. Не хватает немножко урона. Ай-яй-яй. Ракетка какая-нибудь. Или что-нибудь Балд Клоквера. Вот это было бы вообще зрелище. Колоссальное. Наконец-таки он пришел на Энчентов. Давно уже пора. Но почему-то не особо он хотел. Может быть левел ждал. Утимейт в 2 надо качать. 11 левел он на данный момент играет. Эмбр Спирит умирается. Байбекается. Разозлили. Разозлили этого героя. Вывели на эмоции. Что нельзя особо делать в играх. 15 минуты игры. Угрок. Акс. Да, все правильно. Появляется у ее Тор. Остается только купить Пойнт Бустер. И у тебя уже Аганин. Разберем тем самым. Раган Лендс. И купим. Игра относительно скучная. Особо даже и говорить нечего. Вся команда дерется. И АТОРа просто фармит рисочек. На данные этапы игры. И зарабатывает тем самым больше. Все больше и больше и больше. Но Рамзас тоже не стоит на месте. А также очень сильно фармит. Даже обгоняет уже Риа Тору по фарму. Но видим, что вся вражеская команда. Просто из четырех человек. Занимают лидирующие позиции. Что Легион Командер очень слабенький. Что Эмбри Спирит очень слабенький. Что выигрывать эту игру данную. Будет просто невероятно сложно. Невероятно. Хороший вард наверно тыкнутый. Просто непонятно зачем. Хочет может быть как-нибудь словить на выход на Рошана. Если будет как-то выход вражеской команды. Но обычно он ставится куда-нибудь на ХГ. Разбирается Фрага Лэнс. Аганим появляется у Я Торы. Шестнадцатая минута Аганим. Теперь фарм пойдет куда быстрее. И Рамзасу будет куда сложнее вообще догнать данного героя. В очередной раз умирает где-то Пак Загульный. Это уже треть или четвертая смерть от него в этой игре. Конечно ничего не будет. Вторая только смерть своего в игре. Отличная реализация. Десять тысяч уже у Рамзаса. Которая пока подпушивает топтимся. Он нажимается глиф. Не дает ему подпушивать линии. Стягивается Саленс. Саленсер. Это раз занял позицию. Поставил борды глубокие. И относительно видит все. Все передвижение к нему. Соло пак нажимает смог. Может быть хочет куда-нибудь выйти на кого-нибудь. Непонятно. Совсем-совсем-совсем непонятно что же делать. Которая просто подпушивает линию и фармит вражеский лес. Никто не хочет вообще протпшиваться и не мешать этому данному герою. Все просто бегают и убивают всю карту. Рамзас просто насилует везде. Преимущество только что было 4000 стало на нуле. Рамзас просто ценит на своей спине эту игру. Если б не Рамзас на своей Марсе. Игра была бы просто невероятно сложная. Огонимся. Также покупает Рамзас мы видим. Врага Лайнс появляется. Также у Ятора. Нужно идти на Нинштаб. Забирает руну богатства и убегает. Убегает, убегает. Увидит руну щита. Может быть можно как-нибудь выйти на Рошана. Хотя урона особо и нету. Так что ты особо и никуда не выйдешь. 2к пока лидирует команда Радиант. Эмбер Спирит если бы не байбековался. То в принципе было бы очень даже и неплохо у него. Но так как он очканул, загорел. Я нажал байбек. Что не стоило ему делать естественно. Он имеет слабенький нетворс. Претапешивается на бот. Здесь же уже драка. Очень много команды. Гарри. Отличный Рим Койл. Под двум героем. Отлично. Ультимет от Клоквера. Умирает. Команды умирает. Эмбер Спирит. Умирает. ВР. Размен в принципе неплохой. Я Рамзеса не видел в этом замесе. Если был бы Рамзес скорее всего умирал бы и Пак и Акс. И уже было бы посложнее как нибудь играть в эту игру. Но пока все достаточно неплохо. Форстаф себе покупает я Тора. Для того чтобы к нему претапешивался Марси. Прибегал точнее до него. Чтоб хоть как нибудь отзонивать его. Хоть как нибудь. Оооо. Какой ультимейт Атакса. Как красиво он разрубил саленсера. Как же это красиво было. Так вот. Форстафчик. Для чего? Для того чтобы хоть как нибудь отзонивающего. От Турганка Мандера. От Марси. Который будет приходить к нему. И убегать от них. Как можно подальше. 15 левел он имеет. Минус 8 секунд к мультишоту. 15 урон от Фроста Ару. В принципе. База. Базу взял. Максимально. Обгоняет Рамзасу по фарму. Он теперь. Очередной замес в боте. Претапешивается. Через шрайн. Я Тора. Отличный саленс. И просто Мерс Перид не убегает. Никуда. Туда же Рубика убивают. Отличная была связка от Верки. Сразу же забираем Рошана. Отлично. Отлично. Просто даже команда Дайера. Мне кажется не додумывается до этого. Даже если додумывается. То особо и смысла нет уже. Убегать у вас нет двух героев. Относительно четверки и двойки. Куда вы будете лезть. Вот. Столько заработали. Этот мини замес. За ТПшку даже. Роган Лайнс получается. Убегать у Я Торы. Забирай тебе Аегис. И идут они по боту забирать Тир-1 и Тир-2. Скорее всего будут так. Пытаются забрать саленсера. И как бы почти все убежали с этой линии. Ставили его одного в соло. Хотя для меня это не особо понятно. Саленсер не стоит столько вообще и всего. Чтоб так бегать и времени. Можно было забрать Тир-1, Тир-2. И просто не думать ни о чем. Набирать-набирать преимущество как можно больше и сильнее в этой игре. 7000 преимущества. Умирает Пак. Ну вот я и об этом говорил. Что он куда-то не туда прибежал. Подпушивает линию. Забирает Эншнитов. Смог. Смог от команды Дайер. Сальница, Рубик и Марси. Рожали Смог. Хотят может быть выйти на того же Ятора. Забрать его Аегис. Вот как раз. Ой-ой-ой-ой-ой. Как они плохо нажимают с пылы. Здесь же Агро Такса. Очень много урона получает. Рамзес. Рамзес умирает. Не помогает ему никто из команды. Никто. Рубик умирает. Также и туда же Саленсер умирает. Богоподобен Ятора. Какая досадная ошибка была сделана от Рамзеса. Что он не нажал ни ультимейт, ничего. И просто буквально умирает. Умирает. Никто из команды даже никак не помог. Потому что бежал видимо Кер где. Надо было убивать этого Клоквера за секунду буквально. И уже потом дальше идти на Ятора пытаться. Если он вообще выбежит. Потому что Акс просто. Просто можно сказать засорил этот микромомент. Шадоублайт у Ятора. Теперь его споймать еще сложнее. Нужно объект всякий покупать. Что становится посложнее. Пушится линия. Есть ли Орегис. Можно дальше идти и пушить. Можно ловить этого Рубика. Нажимается. Ой-ой-ой. Ну Саленсер. Куда же ты идешь? Куда же ты идешь? Какие-то коги несуразные. Зачем ты сделал? Надо. Ладно. Убегаем. Просто. Просто убегаем. Здесь же Марси. Ловится. Ой блин. Как ужасно все. На команды Дайя Рамзес пытается. Но умирает. Ему не хватает БКБ. Ему не хватило БКБ в данной игре. 4 секунды до Саленсера. Нажимается Саленсер. Команды Дайер. И все равно умирает Эмбрис Перед. Не выживает на минимальном ХП. Теряет Ятора Эгис. Но он сейчас восстановится в ХП с фулл мана. И просто. Минус Тер-2. Минус Тер-2. И видимо буду заходить на ХГ. Дальше ломать в сторону. 17 тысяч над ворс имеет. 24-я минута игры. Терзателя нужно как-то убивать. Очень много урона конечно на Терзателя. Они просто почти убили ВР-ку. Шард зарабатывает Акс. 15 тысяч преимущество. 18 тысяч у Ятора. Сильвер Эйдж получается. Собирает Ятора себе. Нажимает. Пытается выловить кого-нибудь. Может быть кто-нибудь пойдет отпушивать Леню. И тем самым он заберет. Не-не-не. Вражеская команда читает. Она вся в топе. Она не пойдет туда. Можно ждать следующего Аршана. И просто пойти и заканчивать эту игру. Следующим итемом, которым вы хотите себе купить. Это БКБ. Неплохой выбор против данных героев. Нажимается Сильвер Эйдж. По Эмбер Спириту. Ой-ой-ой. Хоть один Крит. Крит вылетает. Эмбер Спирит умирает. Здесь же ракетка была на всякий случай. Не спасается никак. Эмбер Спирита нету ни БКБ, ни ЕУЛа. Ничего. И он буквально ничего не может сделать. И тут же он понимает, что... Огромные итемы у Ятора. Продает он Falcon Blade неожиданно резко и покупает Линку. Хочет себе купить. Против того же Марси. Против того же Линку Мадо, чтобы он его не задуэлил. И умирает. Можно было нажать как-нибудь. Ой-ой-ой. Все равно умирает Санис. Отличный ультимейт от Клока. От Клока. Умирает также Пак. Умирает минус 2 в 1. А вы? Пишет Пак. 26 минута. Активка. Может быть тут что-то есть. Регенерация. Неплохо. В основном все. Все. Ман нажимает Сильвер Эйдж. И выдвигается он к Эншентам вражеских. Пытается найти Рамзес. Рамзес она ходит. Сильвер Эйдж нажимается. И Рамзес просто получает невероятное количество урона. Не выживает. И мне кажется он уже в максимальном тильте. И хочет уже написать ГГ. Чтобы эта игра закончилась куда быстрее. Я Тора дальше стягивается на Эншентов. Забирает их. И уже нужно идти заканчивать. Либо ждать Рошана. Либо идти заканчивать. Потому что уже блин это непонятно. Титан Сильвер. Он себе поднимает. Становится убить эту ровку еще сложнее. Аганим. Аганим. Что дал этому герою невероятный буст. Манта Стайл хочет себе купить. Для меня непонятный итем. Здесь же пауза. Можем немножко промотать. Чтобы не ждать. Пратить время. Вот. Пауза была отжата. Верка реконектнулась. Все хорошо. Манта Стайл. Так вот о чем я. Может быть надо было какой-нибудь. Не знаю. Скади купить лучше. Надо больше. Хотя он хочет снимать. Мне кажется. Саль. Сала. Чайные какие-нибудь. Ну я даже не знаю. На 20-м левеле он взял правый талант урона от мультисшота. У Легон Командера даже нету Блэд Мэлла, чтобы уничтожать эту ВР-ку с Дали, которую она будет в любом случае по нему бить. Для меня это тоже непонятно. Почему Легон Командер может даже рожать на нее и посмотреть. Нет. У нее все есть, но как-то все прожато совсем не так, как надо. Легон Командера. Легон Командера тем самым появляется у Ятора. И он почти не убиваемый, мне кажется, в этой игре. Его просто даже не остановить. Ультимат нажимает ВР-ка. Нажимает Легон Командера на ВР-ку и просто, ну, стой, бей, ломай. Будет ли финальный файт. 21 тысяча преимущества. 29-я игра. Рубик здесь. Откидывается. Хммм. Особо-таки ничего и не происходит. Просто отдают команды. Есть 5 героев и почему-то никто не хочет идти. Без боя просто отдают. А. Даже так. Настолько, что ли, да? Получается. Ммм. Необычно. Мне казалось, какой-нибудь финальный замес уже можно пойти и сделать. У вас есть все сплы. У них нету ни Эгиса, ничего. Почему вы не зайти и не пофайтиться как-нибудь аккуратненько? Может быть, со спины, со смока зайти? Убить эту Роксу быстро. И у них уже урона очень мало. Либо напрыгнуть на этого Акса. Не дать ему загреть, ничего. Но что-то как-то никто не захотел ни дефать, ничего. Они просто дают свои ПТС. И это ужасно, ребята. Не делайте так никогда. Не делайте ничего подобного. Деритесь до последнего. Играйте до последнего. Не надо так заниматься этим. Это ужасно. Выходит один Рубик. И сразу же умирает почти. Очень много урона выключает. Нет, выживает. Убегает прям патрон. Но никого не волнует. Они просто сносят его. Рамзэ сфушит. Тем самым топ. И ничего не происходит. Вот, ребята. Вот так вот и прошла игра. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok